всем добрый день у нас на носу год дракона 2024 недавно узнал что это год дракона я ходил с дочкой на елку и там бегал огромный дракон и только тогда понял что он же не просто так бегает с чем-то это связано ну вообще мысль такая что когда делаешь какое-то пожелание кому-то то на самом деле пожелание себе и вот сколько раз я себе не ловил на мысли что так оно и есть я всегда что-то желаю людям что сам хочу наверное это какой-то там блок в главе человеческой и тут поэтому два варианта либо рассказать что-то такое смешное красочное либо рассказать скучно но не не совсем про себя то есть про про налоги я решил пойти больше по второму скучному пути расскажу по налоге про налоги ну постараюсь не очень душно то есть что у нас там двадцать третьем году какие произошли переосмысления и чего там будет с 2024 годом и вот про налоги в двадцать третьем скажу что мы многие вещи переосмыслили знать как у страха там глаза велики и вот приостановка норм соглашение об избежании двойного налогоблажения казалось достаточно страшным но вот вроде их приостановили и жизнь продолжается еще помню в 2020 году мы обсуждали на конференции а что вообще значит соглашение для экономического оборота был кейс когда бразилия с сша прекратили использовать соглашение и там в первые несколько лет немножко упал оборот между странами экономически а потом он восстановился и даже вырос и пока что вот российский путь показывает что это примерно справедливая выборка я бы сказал что двадцать третий год показал серьезные изменения приоритетов в частности налоговая составляющая она в чем-то ну в международных налогах уходит на второй часть вот на второй план важнее стало а где в принципе можно зарегистрировать компании чтобы открыть на нее счет и это такая долгая сложная история вот что мы делали по сути весь 2023 год то есть у нас запросы были часто там налоговые второстепенные первостепенно что ну откройте там компанию счет очень важная составляющая чтобы подорожали яйца не относится к налогам ну просто хотел бы отметить и еще интересное событие что многие вопросы сейчас не хочется обсуждать под камеру который не хочется обсуждать вебинаре и даже какие-то возникают кружки когда вы там собираетесь там небольшими командами там 15 20 30 человек и без камер обсуждаете чего вообще у кого произошло чтобы как-то поделись опытом так теперь про 2024 который будет и вот в 2024 я думаю мы будем достаточно много общаться про тцио потому что она была в таком состоянии литургии и сейчас там его немножко подкрутили сильно увеличили штрафы и все поняли что так вот же она вот вот здесь еще можно и налогов добрать и на этом можно пострадать мы ожидаем большой рост крипты в двадцать четвертом году поэтому вопрос связанные с цифра и скриптой их количество существенно уменьшится то есть если они хромали были на костылях там двадцать первым двадцать втором даже двадцать четвертые это их их год 100 100 процентов что касается в целом налогов мы долго думали про сценарий повышения ндфл про это много говорят ну почитали налоговую политику как при этом ничего не сказано и в целом пока склоняемся что все-таки жить жить будет неплохо да и самое главное что 2024 год точно станет годом знаете как есть кризис среднего возраста вот произойдет этот кризис я думаю в осознание того что в 22-23 все переводили капитал на ближний восток и в дубай в частности в 24 все начнут думать а я что делать это дальше оказывается тут то что он там это не значит что там в абсолютной безопасности им удобно пользоваться что это какая-то середина пути и пока мы не ожидаем что вернется обратно в россию в целом будет интересно наблюдать что какие решения будут приняты дальше у нас есть несколько гипотез ну мы деликатно их озвучим уже ближе к концу 2024 ну что тогда всем желаю есть какие-то самые простые вещи наверное здоровье которое всегда нужно но в целом вот учитывая как прошли предыдущие годы спокойно вот желаю чтобы все было спокойно и легко без стресса и постоянно с бокалом вина в руках только по позитивным новостям всем спасибо и будем на связи до свидания да 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 Продолжение следует...